Скорее всего, обгонят США по размеру экономики. Абсолютно дружный скепсис. Да нет, этого быть не может. Но Китай не может предложить другую идеологию. Китай проигрывает культурно. То есть мы видим уже в течение 50-70 лет сотни тысяч китайцев ежегодно становятся, условно, ну не ежегодно, постоянно становятся американцами. Но американцы не становятся китайцами. Как долго США будут терпеть это? Сейчас развивается ведь Индия бурно. Причем по Айти, она говорит, она уже каким-то показателям в ближайшее время должна опередить Штаты. Ядерная тоже держава и тоже имеет опыт военный с Пакистаном и так далее. Арабский мир. То есть говорить настолько уже, что это предопределено, мне кажется, может быть, есть еще какие-то другие пути развития? За последние 100 лет произошли две большие мировые войны. Но теперь он, естественно, предсказывает, что будет новая война. По импорту из России. Минсельхоз у нас достаточно слабый. И у меня такой вопрос. Я хотел бы стажироваться вашей компанией. Что мне нужно для этого делать? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я не ждал, конечно, что будет столько людей. Но в любом случае всех приветствую. Тема сегодняшней лекции экономика в основных условиях, в условиях геополитической турбулентности. Поэтому, несмотря на то, что мы хотим поговорить по экономике, нам придется сперва заглянуть в политику. Я сейчас представлю несколько слайдов. На эти все слайды есть такой американский управляющий хедж-фондом, Bridgewater Associates, Ray Dalio. Это очень умный человек. Создал управляющую компанию, которая в 2012 году стала крупнейшей в мире по управлению активами. И сейчас она управляет активами на сумму где-то 150 миллиардов долларов. Сейчас она не самая крупнейшая. Но, тем не менее, вообще, когда, насколько я знаю биографию этого человека, по мере роста бизнеса, который охватывает все большее количество регионов, все равно у человека появляется некий, скажем, планетарный взгляд на все процессы. И у Ray Dalio, он где-то, скажем, полгода назад выпустил такой хороший ролик, объясняю, 40-минутный ролик, все слайды взяты оттуда. Если кому надо, потом могу. На Фейсбуке я выставлю ссылку на этот ролик, можете подробнее посмотреть. Я специально взял слайды из этого ролика для того, чтобы... У нас, к сожалению, вообще в общественной дискуссии есть часть аудитории, которая мыслит в черно-белом формате. Кто-то про американский, кто-то про российский, кто-то там еще куда-то. То есть это слишком эмоции зашкаливает, и в итоге человек теряет возможность объективного анализа. И, скажем, любые вещи, которые могут где-то негативно высказываться об Америке, сразу ставятся вопросы, вот он там пророссийский, да никогда там. Я поэтому специально взял слайды из ролика человека, который, я думаю, в патриотизме, который там лояльности к США, там нет сомнений. Это... Вот этот слайд описывает стадии развития империи. И, естественно, он под империями подразумевает все крупные державы, которые являются, по факту, самой крупной державой для планеты. Это вот разные стадии. То есть новый порядок задает гегемон, потом идет процветание, потом продуктивный рост, потом образуются пузыри, потом валюта этой страны обретает статус резервной валюты, потом рост доходов, и появляются первые конкуренты. Потом у страны она идет на спад, и уже все проблемы спада, то есть на стадии спада. Ну, в первую очередь, естественно, это экономический спад, печатание денег, кредитный пузырь, и, соответственно, нарастает внутренняя нестабильность, и в какой-то момент возникает потребность, то есть страна-конкурент бросает вызов текущему гегемону. Это график, на котором проанализирована судьба империи, крупных держав за последние 500 лет. И условно здесь где-то 12 империй, из них можно выделить... Из 12 империй, из красной линии, это Китай. Можно видеть, как они ранее уже были на уровне главенствующей экономики мира, но сейчас потом пошли на спад, сейчас обратно Китай расстрел. Здесь надо упомянуть, что вообще у Китая есть некий параметр, который является одновременно его преимуществом и слабым местом. Преимущество – это, естественно, население, которое заранее определяет масштаб экономики, они гиганты. И в свое время, если почитать различные материалы по хроникам китайских династий, то видно, что китайцы не вступали в какие-то внешние конфликты, либо если вступали, они были непродолжительными. По причине того, что как только они отдалились от границ, население было все более редким. То есть у них было очень много населения, и когда куда-то нападают, там маленький поселок, там немногочисленная пневма, поэтому особого интереса не было. Но при этом вывод войск за пределы страны он всегда вызывал. Это войско еще надо содержать, а плюс еще есть, в Китае слабое место из-за населения продовольственной безопасности. Один год урожая, второй год не урожая. Не урожай сразу влечет в продовольственные бунты, и потом приходится войска возвращать, поэтому у них не было возможности для планирования долгосрочных военных операций. Вот он в своем ролике выделяет четыре империи. Естественно, это средних самых две крупные – это Китай, США, и вот голубым цветом – это США, и Китай с красным цветом. Естественно, это данные примерно на рубеже 2010 года. Сейчас, на самом деле, эти две линии совпали. И он еще приводит вот такой график. Средний срок жизни империи, по его модели, это где-то 250 лет. И, естественно, на спаде империи возникает новая империя. И вот старые, новые гиганты между собой дерутся, и это проявляется в виде какой-то большой войны. Естественно, за последние сто лет произошли две большие мировые войны, но теперь он, естественно, предсказывает, что будет новая война. И вот здесь сейчас то, что происходит, Россия, конечно, эмоционально и информационно они заполняют практически все информационное пространство. Но на самом деле этот конфликт, он несет сам по себе вторичный смысл по отношению к этому асаному. И когда... Здесь, если мы смотрим на экономические параметры, в 2014 году Китай превзошел США по реальному ВВП. До этого, раньше, когда в начале 2000-х годов я с разными людьми обсуждал, и обсуждал возможность, что Китай, скорее всего, обгонит США по размеру экономики, абсолютно дружный скепсис. Да нет, этого быть не может. Да чтобы Китай обогнал США, до этого никогда не может быть. В 2014 году Китай обогнал США по реальному ВВП. Это один из таких ключевых показателей. Есть второй рядом стоящий показатель. Это номинальный ВВП. По номинальному ВВП Китай пока еще отстает. Но, скажем, в горизонте 25-30-х годов, может быть, чуть позже, чуть раньше, скорее всего, и по номинальному ВВП обойдет. И, естественно, эти две точки, между реальным ВВП и номинальным ВВП, это период смены гегемона. Ну, естественно, Китай пытается все это оформить, свой статус, и институционально. Он создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это аналог условно-всемирного банка, то есть неполноценный, но, по крайней мере, максимально приближенный. Китай, Юань получил статус резервной валюты, доля в резервах постепенно растет. Создал свою платежную систему, Chinese International Payment System, есть свои банки, которые продвигают карточные системы, и поэтому Китай, я забыл, к сожалению, сегодня еще один слайд добавить, Китай сейчас за последние 30 лет сместил США как основной торговый партнер где-то в 80% странах, в том числе в Европе. И поэтому позиции Китая с точки зрения экономики достаточно устойчивые. И есть, многие знают, что когда был Трамп, он, естественно, раз, когда был Трамп, там был спор по поводу того, что США и Китай, они оба, являются членами всемирной торговой организации, и США при Трампе решили ввести дополнительные тарифы против Китая. И Китай выражал несогласие. В итоге потом все это, разговор перешел в русло подписания отдельного соглашения, торгового соглашения, там была фаза 1, предполагалась фаза 2 и даже фаза 3, но Трамп, пока был президентом, успел подписать фазу 1. И в рамках соглашения по фазе 1 предполагалось, что Китай добровольно на себя возьмет обязательство на 200 миллиардов долларов закупать продукцию из США. То есть, если у них дефицит торговли США, то есть профицит Китая имеет чистый профицит торговли США где-то на 450 миллиардов долларов. И задача была снизить, ну, Трамп хотел снизить с 450 до 200. И там, помимо этого, еще тарифы налогались, Китай на себя множество обязательств взял, но, насколько я понимаю, сейчас, естественно, это соглашение, оно практически не реализуется. И если смотреть параметры, вот 2021-2022 год, если в 1920-м годах импорт из Китая в США он падал, то 2021-2022 год он демонстрирует очень бодрое восстановление. И в 2022 году по месячной динамике там видно, что Китай уже превзошел рекорды прежних лет. Поэтому фактически это соглашение не работает. И Китай показывает, что на экономическом поле он спокойно обыгрывает своего главного конкурента. и здесь возникает вопрос, насколько эта ситуация может долго продолжаться. Китай уже там по реальному ОП больше американского, то есть китайский ОП больше американского ОП примерно на 30%, и, естественно, к 2025 году уже будет там 40-50%, и дальше это будет как бы отрыв только расти. И, естественно, все страны же за этими процессами наблюдают. То есть это же не просто там рост показателей, он все равно проявляется не только в формате роста взаимной торговли между Китаем и другими странами, но также инвестиции, какие-то другие там соглашения. Поэтому рост влияния Китая, он фактически становится некоторой проблемой для США. И поэтому здесь вопрос, как долго США будут терпеть это, и какие, ну, они же, на самом деле, если посмотреть, все официальные заявления последних там трех-четырех лет Китай назван главной угрозой США, там, и военной доктрине, и сейчас условно практически все ключевые стратегические документы, они называют Китай главной угрозой. И соответственно конфликт, потенциальный конфликт между двумя странами, он сейчас потенциально может реализоваться через Тайвань. Все это наблюдают. Я не хотел бы впадать в дискуссии в того, кто прав, кто не прав, но Тайвань, естественно, станет точкой развертки глобального конфликта. И если этот глобальный конфликт состоится, то все проблемы, которые сейчас страна может переживать из-за того, что Россия, Украина, все это окажется легкой прогулкой. И теперь по поводу есть еще один параметр. Когда обсуждается китайский вопрос, большинство людей, к сожалению, они есть, так скажем, я называю феноменом задержки мышления. Дело в том, что человек всегда мыслит своими убеждениями предыдущих 10-15 лет. Скажем, если 15 лет он был уверен, что Китай это слабая страна, никогда он не сможет быть равноценным и так далее, он и сейчас будет это твердить. Но на самом деле Китай начал обгонять США не только по экономическим показателям, есть же, допустим, показатели науки, есть международная организация, которая регистрирует патенты. В 2011-2012 годах, по-моему, самый поздний, 2013 год, Китай обогнал США по количеству одобренных патентов. Сейчас уже Китай превышает обгонять США примерно на 60-70%. То есть к 25-му году по сути в два раза будет обгонять. И если раскладку патентов смотреть, там достаточно равномерное распределение. То есть Китай обгоняет практически по всем параметрам. Но здесь это еще подтверждается такими внешними событиями, как космическая программа, или же доля Китая в производстве тех или иных товаров. То есть это достаточно явный процесс, где, я думаю, уже в смысле сомнений нет. Есть еще отдельный отчет, который можно просмотреть. Ежегодно Пентагон, Министерство обороны США, они готовят отчет для Конгресса, он так и называется, отчет о развитии, о прогрессе вооруженных сил Китая. И там этот отчет ежегодно выходит, он где-то когда-то в мае, где-то в июле, в лето выходит. Там можно посмотреть, за последние 10 лет там достаточно существенный прогресс произошел. И поэтому по большинству показателей там уже возник паритет. Естественно, Китай пока отстает по числу авианосцев. Но это тоже такое, скажем, до конца этого года уже, скорее всего, у Китая будет 4 авианоса. Если 10 лет назад было там 0, сейчас 4 авианоса. К 25 году ожидается 6. Официально это ожидается 6, это оценки экспертов, но официально Китай говорит о том, что число авианосцев достигнет 6 к 2035 году. Поэтому ну и в принципе вся риторика Китая на самом деле если отследить предельно дипломатично они стараются воздерживаться от конфликта максимально дальше оттягивать насколько это возможно. И вот здесь вопрос есть же все равно конкретная дата после которой наступает точка невозврата где уже мощь Китая она уже станет в принципе неоспоримой. Поэтому если это то есть и теоретически условно большой конфликт он может наступить до этой точки то есть пока эта точка невозврата не пройдена. И вот понимание этой точки невозврата естественно у каждого может быть свое. Но я для себя считаю, что скорее всего точка невозврата это условно 25-26 год. Поэтому ближайшие 3-4 года они так скажем очень важны и надеюсь что эти ожидания там окажутся ошибочными. Теперь по поводу российского конфликта на самом деле доля России в мировой экономике около 2% смотря как считать и действительно оно выключение этой экономики из мировой торговли это не сильно такой болезненный процесс кроме конечно отдельных показателей там удобрения пшеница нефть газ по этим позициям естественно доля России намного выше чем от 10 до 25 процентов в зависимости от рынка и поэтому естественно санкции они допустим по удобрениям пшеницы я насколько знаю они отсутствуют а вот по газу и нефти они где-то обусловлены санкции допустим поставки по нефтепроводу там не запрещают а танкерам запрещают такие то есть полное выключение там практически маловероятно и здесь есть риск ну то есть не то чтобы есть такая версия отдельных экспертов что вот этот конфликт то что происходит это условно некая как бы предтеча там большому конфликту и ну то есть это не просто может и не закончиться тем что две страны между собой конфликтует это может перерсти намного больше и тогда формально формально да там если вся вот эта логика она говорит о том что есть две будущие два будущих центра силы центра конфликта это США и Китай то естественно если российско-украинский конфликт разрастается нечто большее то там уже формально может естественно по-другому звучать теперь что касается так последний слайд остался вот Рей Деллио он оценивает состояние американской экономики вот на этом этапе он считает что страна находится на спаде и надо понимать что он представитель своей элиты там они это обсуждают и то есть и вот вопрос элиты обсуждают для того чтобы там собраться силами и там скажем отдалить спад или там вернуть на траекторию роста или же ну там условно домоделировать до конца условно уже согласились с перспективой спада и там соответственно ищут различные другие сценарии там мирного сосуществования там с Китаем условно как один эксперт сказал Китай там не претендует на мировую гегемонию он просто говорит отдайте мне там влияние вот в конкретном регионе и все на этом но вопрос насколько тот же вопрос перспектива то есть аппетит приходит во время еды там в общем все эти нюансы они все пытаются модулировать наперед и насколько это идет позиционная борьба так скажем кто кого как угодит и там соответственно выиграет время естественно когда такие глобальные процессы идут я честно говоря была мысль там рассказать каких-то о более наших приземленных но я посчитал нужным что это более важное что о чем вы должны знать и естественно это никоим образом не означает там каких-то там панических настроений что там все пропало там будет мировая война все на этом у Казахстана вот переходя да там мы вот почти все что было нашим минусом в период скажем мирного развития наша удаленность от морей океанов это становится нашим плюсом по сути мы становимся удаленным от театра военных боевых действий то есть высокая вероятность что скорее всего у нас там на нашей территории военных действий не будет но вот вопрос как весь этот период наша страна если вдруг даже это состоится и как эта страна наша может использовать для того чтобы внутри себя переформатировать многие вещи процессы там кадры и так далее ведь все равно когда-нибудь все войны заканчиваются то есть даже случится все это я думаю эта война куда будет более скоротечна чем там вторая мировая ну если случится то есть в силу того что оружие массовое поражение достигло таких масштабов что ну год так скажем основа даже самая острая фаза наверное будет год потом же просто будет попытки найти там конструктивный формат дальнейшего сосуществования и есть и вот когда наступит следующий цикл наша страна там условно должно быть готово к тому чтобы уже следующий цикл то он будет достаточно длительный 30-40 лет практически там первые там 20 лет это будет непрерывный экономический рост поэтому надо будет чтобы страна максимум к этому подготовилась и взяла все самое лучшее что можно взять в следующем цикле и вот здесь конечно возникает вопрос насколько наша экономика и мы как общество там страна система госуправления как органы управления страной как все все это там готово встретить эти вызовы турбулентности и подготовиться условно так скажем в следующем цикле если даже ничего не будет ну дай бог ничего не будет но тогда все равно это будет такой длительный период перетягивание канатов это же так мало сейчас кто об этом говорит фактически у нас в мире наблюдается процесс деглобализации то есть когда шла глобализация все со всеми торгуют все со всеми дружат все радуются что вот границы стираются барьеры выходят и так далее но сейчас по сути выстраиваются торговые потоки выстраиваются по принципу свой-чужой и это на самом деле не очень хороший процесс как только наступит точка где скажем страны почувствуют что вот уже все переориентировались ну тогда последующая готовность к эскалации она будет намного выше чем сейчас поэтому ну и конечно по перспективам у нас очень много болезненных слабых мест где все это можно улучшать исправлять переформатировать вопрос лишь в той команде которая все это будет делать у нас часто в прессе говорят про старую гвардию людей которые сделали карьеру в старом Казахстане мягко говоря условно большая часть там 80% этих кадров к сожалению они не смогут измениться и они не смогут понести эту нагрузку ну процентов 20 скорее всего и вот вопрос сколько вот эта замена кадров быстро состоится и как правильно это же кубик рубик то есть каждый элемент должен встать на свое место вот кубик рубик госуправлением соберется или нет и вот если все это состоится то тогда конечно можно будет уверенно говорить что да страна достойно встретит все вызовы здесь еще такой нюанс я это часто лично с разными общественными деятельными говорю но я думаю так тоже можно здесь озвучить дело в том что спокойные времена прошли наступить неспокойные времена и в это время когда общая степень эмоциональности там нации политиков она выше чем обычно и если вы посмотрите заявления дипломатов которые вроде бы должны быть предельно сдержанными на самом деле она уже практически ушла то есть они можно наблюдать большое количество несдержанных заявлений и это естественно не способствует успокоению отдельно помимо если уже дипломаты так уже не следят за своим за своей речью то что говорить о таких общественных деятелях и вообще простых гражданах поэтому ну это конечно личный выбор каждого насколько он внесет в лепту нагнетание всеобщего атмосферы эмоциональности и чем больше у человека там доверия к нему в обществе его репутация авторитета я считаю что тем больше этот человек должен осознавать свою роль и быть как можно больше сдержанными поэтому надеюсь если большая часть общественных деятелей этому будет следовать то естественно страна получит возможность найти как можно больше количества острых углов и соответственно потратить высвободившееся время на более полезные вещи но в целом вот это общая картинка касательно турбулентности я про Казахстан так в целом сказал я думаю лучше будет теперь дальше если будут вопросы я уже на них буду отвечать и может что-то буду там конкретно говорить кубрахмед давайте сұрақтан бастаса и узырын станыстырып бірден салам Малеким мен журнал эсмин эсмин ербол сіздің тақыра бұз өте қызықтен да лендік жағыл палыттар тартысы сағат аптин да отыра версед бад біздің қазіргі жағдай қатысты франг мүрет экономиз ретіне пікір қандай мәліметің бар қандай ойың бір тағы дүргелем күтіптір қандай тауырлар бізгі келіме қалу мүмкін тағы қандай экономикалы қыспа қатысуыңыз мүмкін көріңіз айтсамыз біздің ресеймен ұртқы саудамыз мысалы біз оларға бір 7-8 миллиардтай экспорт дасаймыз ауыз жерден біз бір 15-18 түсті бірақ 40% бірақ сонда да енді біз ресейден тоқтатсақ да қытай бар үндістам бар басқа мемлекеттер бар сөзерден турциядан ауыз тұрға болатыны ең көркәз менің білетінім енді ресейден тоқтаған импорт ол қазір басқа мемлекеттерге ауыз ал енді негіз айтқында ошыдды джаласыры чтобы страну обеспечить тем чем необходимо нам нужна сейчас достаточно такая кардинальная не то что раньше просто для того чтобы этот документ был нужна новая стратегия продовольственной безопасности на самом деле у нас нужна и по другим вообще вопросом пересмотреть подходы, но как минимум это такое. Здесь это острый вопрос. Здесь по базовым товарам, там хлеб, картошка, рис и так далее, у нас вроде бы есть внутренняя обеспеченность, но есть множество второстепенных товаров, по которым у нас высокая импортозависимость. Там надо ситуацию теоретически можно выправить за ближайшие 3-4 года, если все правильно делать. Это надо менять конструкцию Минсельхоза, проткорпорации, вообще официальную конструкцию, субсидирование, потом вся логистическая инфраструктура по стране. Но, к сожалению, Минсельхоз у нас достаточно слабый. Я вообще сказал бы, я не знаю, там, как вообще это до сих пор. С другой стороны, сейчас вся система госуправления находится в таком состоянии, когда, ну, допустим, что министерство хочет, какую-то вещь сделать, оно обязательно должно согласовать минимум с 3-4 другими министерствами. Чем шире вопрос, чем больше министерств, которые он должен согласовать. Каждое министерство, пытаясь согласовать, начинает выхолачивать документы. И в итоге на выходе получается какая-то ерунда. либо пока вот этот документ согласуется, время проходит. Ну, скажем, когда все помнят же пандемический 2020 год. Президент одобрил где-то 15-20 марта, если правильно, вон где-то 20 марта, одобрил форвардные закупки у фермеров для того, чтобы обеспечить как можно быстрое финансирование. Сколько времени ушло для того, чтобы деньги поступили? Три месяца. То есть указ принимается, поручение дается для того, чтобы деньги пришли в марте, нет, они пришли в июне, когда уже все, пассивное закончилось. Это и вот это примеры, когда этот ну и в целом сейчас система госуправления она же такая все плохое и несправедливое делается сразу, а все хорошее и справедливое это надо доказать, это время трепить и так далее. И это вот эта кривизна госуправления. К сожалению, есть, конечно, отдельные люди, ученики, которые там благодаря своей ответственности пытаются что-то сделать, но это там сглаживает, скажем, неэффективность, но не отменяет ее. Добрый день, спасибо большое за вашу лекцию. Вопрос такой касательно США и Китая. вот даже китайские философы, политологи, теоретики, они высказывают такую точку зрения, что США, что Китай может быть сильнее экономически, политически, под другим показателем, и этот тренд действительно устойчивый, но Китай не может предложить другую идеологию. Китай проигрывает культурно, то есть мы видим уже в течение 50-70 лет сотни тысяч китайцев ежегодно становятся условно, не ежегодно, постоянно становятся американцами, но американцы не становятся китайцами. И в долгосрочной перспективе они выражают беспокойство, что все-таки идеологически и культурно, если мы не можем победить и предложить перспективную альтернативу какую-то привлекательную, то вот эти военные политические достижения они будут на век два. Вопрос понятный очень такой теоретический, он там заделан 5-7 может быть как вы можете эту точку зрения прокомментировать, что культура и идеология она сильнее, чем экономика и военная составляющая. Спасибо. На самом деле такой вопрос. Здесь да, сейчас возникает ситуация, что Китаю нечего предложить, но он может сыграть на обратном. Условно, те страны, которым надоело, что постоянно мешается, указание, как правильно жить, демократию строить, условно, может быть выстроена модель торгового соглашения и мы не лезем, что у тебя там внутри происходит. И некоторым странам может быть достаточно даже этого. Потом, наверное, пройдет какое-то время, найдут что-то предложить. Либо также оставить. В целом, я встречал экспертов, которые говорили, что есть языковой барьер и культурный барьер, который формирует закрытую китайскую систему, которая у себя внутри будет развиваться и так и не получит распространение на всю планету. Насколько они правы, я думаю, мы увидим следующие 23 лет это будет при нашей жизни. так. Да. Дера Ураловна, Убакирова, профессор этого университета. Во-первых, хочу поблагодарить вас с ужас. У вас очень интересные посты в фейсбуке и всегда побуждают размышлять. И сегодня у вас тема выбрана такая, что, по-моему, не может никого не волновать. Я бы хотела бы вот такой вот вопрос, немножко меня впередили тоже в этом же аспекте. Насколько вот эта схема, выстроенная этим экономистом известным, она верна. То есть не слишком ли он абсолютизирует закономерность? То есть это, если исходить опять же из синергетики, то может быть оно в точке бифуркации пойдет в другую сторону. Я имею в виду, что сейчас развивается ведь Индия бурно. Причем пойти, она говорит, она уже каким-то показателем в ближайшее время должна опередить Штаты. Ядерная тоже держава и тоже имеет опыт военный с Пакистаном и так далее. Арабский мир. То есть говорить настолько уже, что это предопределено, мне кажется, может быть есть еще какие-то другие пути развития человеческой цивилизации. Потому что вот именно культурные образцы, ценностные образцы китайские, они не экспортируются и не воспринимаются то, что это татистское государство и с их особой конфуцианской культурой, она не везде приемлема, там нет свободы. Поэтому насколько это привлекательно будет другими культурами для восприятия, для того, чтобы она могла реально стать гегемоном. Это первый вопрос. Второй, вот еще в 90-е годы же Веденбунт, Бежинский, вот это своей великой шахматной доске, он же предсказывал, что Китай возвышается, что США, они теряют свои позиции, и он там конкретно предложил выходы из этой ситуации. Удивительно, учитывая Think Tank в Америке, насколько у них же много этих центров, почему они это не могли нивелировать, почему получилось так, что они помогли своему конкуренту вырасти, и вот как раз глобализация с ними сыграла злую роль, они вывезли все свои технологии, обучили местные кадры, которые очень ряно и прытко этому всему переняли, и сначала имитировали, потом уже стали свои образцы создавать, и в результате вот они взрастили своего же собственного врага. Неужели нельзя было это предотвратить раньше? Спасибо. Продолжаю этот вопрос по поводу того, что Китаю нечего предложить. Надо сказать, что США до Второй мировой войны им тоже было нечего предложить. У них дискриминировали в обществе, не признавали негров и так далее. То есть много чего было такого, что сейчас ситуация кардинально помнялась. Даже слово негр стало оскорбителем, нельзя назвать афроамериканец. и вот этот экспорт смыслом он настолько, что условно обстоятельства в США воспринимаются такими же равнозначными обстоятельствами и у нас. Но США на самом деле сформировали то, что им можно предложить всему миру, лишь когда они сами внутри что-то переварили, это где-то 60-70-е годы, они пошли на сильную экспансию. Ну и особенно экспансию пошли после 90-х годов. То есть в 90-е годы. поэтому Китай он держит тактику мне достаточно регионального влияния. Вы мировой гегемон, я туда не лезу, у меня свой регион. На этой фазе наверное что-то он найдет, что предложить. А так пока большинство людей не видят, что они могут предложить. ну конечно вообще всегда есть центральные ценности которые это справедливость и свобода. То есть эта тема много раз обыграна разными империями, когда они становились гегемонами, но это вопрос насколько теперь Китай сможет это обыграть. Он должен быть более выше, лучше и смогут ли вопрос. Вот второй вопрос был. Мне трудно говорить, но насколько я могу понимать структуру принятия решения там в их обществе, скажем, есть Конгресс, есть центральные органы госуправления, есть множество научно-исследовательских институтов. И естественно очень сильно развита лоббистская деятельность. Одна из версий, вот тоже читал в одном месте, что Китай якобы сумел правильно встроиться в этот формат, отрабатывать со всеми институтами, со всеми лоббистами и так далее. И вот так получилось, что проспали, грубо говоря. да, там очень много студентов учатся. Китай, кстати, он явно превосходит по количеству PhD, которые закачивают, по количеству студентов, которые учатся на специальных темах. И 4 миллиона инженеров ежегодно закачивают. Вот куда им их устраивать? Там это гигантская масса, это ну в общем они пока внутренне накапливают все возможности, они явно внутри рвутся, то есть на внешнюю экспансию. Пока так. каковы риски казахстанской компании попадания под вторичные санкции в США? И второй вопрос тот же комментарий. Я сам в Китае учился, тоже сомневаюсь, что даже если Китай опередит экономику США, мне кажется, они не удержатся. если те же посмотреть международные компании Huawei, сами знаете, государство вливало деньги, они же не частные, государство вливало и выращивало эти компании на международный уровень. И данный момент, который политические процессы Китая тоже ограничивают не то, что частную собственность, а либо других крупных бизнесменов в электронной коммерции или же другой. И третий вопрос как экономисту про бедность Казахстана. Как мы можем оценивать или рассчитать вообще бедность в Казахстане? Какой должен быть промежуточный минимум, чтобы мы смогли отличить здесь бедность и бедность населения? Осен дай Сурак Рахмет. Сурак Рахмет по поводу того, что Китай не сможет. На самом деле я изначально отвечу на самый более важный вопрос. Когда мы говорим, что Китай вливает государственные деньги, надо смотреть на параметр бюджета КВП. У США 40-45 процентов КВП. И они работают со всеми крупными структурами. Вогхит, Мартин, Боинг и так далее, Microsoft, Amazon, Google, со всеми кучей проектов, закупок и так далее. Большинство вещей делается на государственные деньги. Это условно. Более того, именно такой формат взаимоотношений является неким дополнительным стимулирующим фактором для того, чтобы частные инвестиции в инновации росли. с точки зрения Китая за бюджет КВП, он не сильно отличается от американского показателя. Поэтому где-то есть условно в СМИ преувеличение, что вот чуть ли не все государственное. И есть еще такой нюанс. Ладно, допустим, даже влилили в государственные деньги. на выхлопы что? Если это реально регистрируются патенты, значит, молодцы, эффективно освоили. Здесь важно не откуда деньги, важно, насколько их эффективно освоили. И Китай, скажем, они первыми в мире внедрили, то есть разработали квантовое шифрование. То есть они фактически у себя совершили квантовую революцию. Американцы у них тоже следуюсь следуюсь как минимум они параллельно разработали, либо даже вторые условно. И сейчас уже есть такое понятие, как квантовый интернет и так далее, квантовые компьютеры. Но для нас это пока нечто далекое, для Китая это уже это делает. И понятно, там множество вещей в экспериментальном фазе находится, но все равно скажем, самый быстрый электропоезд в мире, скорость 600 километров в час, он полностью спроектированный, каждая деталь создана в Китае. И вот говорить, что Китай не развит и так далее, словно это больше такой миф. Китай достаточно сильно на ногах стоит. И чтобы вообще такой научный прорыв осуществить, это пусть даже есть там некоторые вопросы у западных стран по отношению к политическому строю Китая, но факт, что этот политический строй так или иначе дал возможность осуществиться этому научному прорыву. И если условно 90-е годы, 2000-е годы больше прошло под знаком, что Китай копирует, 2010-е, словно 2020-е годы, Китай уже создает. И сейчас осталось небольшое количество сфер, где Китай, допустим, производство чипов последнее поколение, Китай пока еще не освоил. Чуть позже освоит. А он сам сейчас авианосцы строит, такие вещи. И поэтому космический корабль, который они сами все построили, все создали, это Китай достаточно устойчивая модель. потом по поводу зависимости часто экспорт из Китая в США это примерно 7% от по Китаю. Хорошо, но половинница с 7% до 3%. 4% потеряли, ну окей, хорошо. Чуть больно, но не критично. Китай за последние 20 лет провел перестройку внутренней структуры и сделал внутренний рынок основным рынком сбыта для того, что внутри страны производится. они сократили зависимость. А с точки зрения внешней позиции они сами тоже много куда инвестируют. И даже более того, при том политическом строе и так далее, Китай в 20-м демонстрируют абсолютные рекорды по привлечению внешних прямых инвестиций. Большинство стран оценивают, что Китай крупный рынок сбыта внутри и старается проекты открывать. Потом вопрос о победности. По бедности прожиточный минимум та официальная методология она где-то коррелирует с международными нормативами и так далее. Просто все равно эти международные нормативы адаптированы так, чтобы в итоге у нас прожиточный минимум он занижен. И есть конечно вот вопрос если этот прожиточный минимум выравнивать резко повышать допустим возьмем норматив пусть будет 60% допустим от средней зарплаты средняя зарплата официально 300 тысяч ну 60% допустим будет 200 тысяч конечно бюджет начнет рваться и не сможет начать выполнять свои обязательства. Но с другой стороны есть разные конструкции большинства семей мы если возьмем расходы можно расходы разделить на типа это условно инвестиционные расходы это жилье машина и образование в отдельных случаях это тяжелые случаи операции заболевания ну то есть если вот по этим расходам государство создаст понятную долгосрочную модель как человек это может приобрести то все остальные расходы человека он спокойно покрывается за счет даже действующей зарплаты и как только эта часть не закрывается соответственно большинство семей рвутся по деньгам и соответственно не могут и но к сожалению пока у нас такую конструкцию не создан и поэтому у нас есть экономическое активное население 9,5 миллионов человек из них там только 5,5 миллионов человек примерно платят взносы по смс по пенсионке это 4 миллиона человек получится вообще не платят и они как за бортом находятся конечно люди все равно там в рамках есть гарантированный объем государственной помощи бесплатной губэмп люди получают но все равно это означает что сейчас социальной системой не охватили вот эти всю массу просто 5,5 миллионов из 9,5 миллионов это очень низкий показатель причем надо же смотреть компания отнутри 5,5 миллиона человек из них же внутри условно лишь 2 миллиона платят взносы 12 раз в году остальные это вопрос и 12 миллионов для нас раз в году это ну по сути это госкомпании крупные там частные компании и все на этом остальные остальных это поэтому у нас формализация занятости вот эта социальная система они сильно искажены это по сути это авгиевая конюшня которую еще надо чистить выравнивать прожиточный минимум однозначно надо повышать но я не стараюсь на том что просто взял и повысил надо в комплексе взять потребности семьи по инвестиционным расходам условно надо дать решение и потом уже в привязке к этому решению повышать нормативы добрый день меня зовут Аварян оба киров Space Lab производства 3D-провод спутниковых модемов возможно предприятие спутников будем тоже создавать вопрос такой ужас спасибо всем за организацию мероприятия вопрос такой первый комментарий то что я тоже учусь с США учусь с китайцами общался с американцами я честно не очень верю что китай может что-то предложить как вы говорили возможно что-то предложит потому что китайцы все-таки сильно закрытый мне понравилось в Штатах несмотря на позицию несмотря на статус человек будет с тобой общаться хоть на президент хоть что и он будет общаться с нежестоящими можно так сказать по статусу с людьми и на студентов они всегда будут смотреть как на бриллиант потому что молодые люди могут принести что-то новое и что-то поменять к сожалению Китай не так пока мне кажется и вопрос второй вот вы встречаетесь ужасно вы встречаетесь с президентом вопрос такой вот в Дубай и в essayer есть правительственный хаб смысл того что они за 100 дней делают реформы то есть они делают на маленьком уровне и потом если получается масштабился маленький кейс допустим поставили цель снизить смертность в Дубае и выбор в Генритах смертность на дорогах в два раза поставили цель снизить смертность на дорогах в шесть раз И так по всем разным сферам. Социальная политика, здравоохранение, безопасность, молодежь, все что угодно. Делают все в течение 100 дней. Пожалуйста, просьба. Когда вы встретитесь с президентом, скажите о правительственном акселераторе, который создадут, и чтобы мы могли быстро что-то реализовывать, тестировать, масштабировать, потому что у нас нет времени. Президенты меняются, происходят какие-то кризисы, происходят войны. И у нас просто вообще нет времени на что-то другое, чтобы там что-то писать, программы, потом министры меняются и так далее. Просто просьба, скажите ему об этом, возможно, он не знает. И тогда это будет конкретнее, как мы ему что-то сможем изменить быстрее. Вообще идея акселераторов, там, всяких проектных офисов, постоянно кто-то предлагает и постоянно эти проектные офисы реализует. И бюрократия успешно съедает эти проектные офисы. Дело в том, что, скажем, излюбленный тезис проектных офисов. Вот надо найти боттлнеки, там, узкие горлышки, найти проблемы и вот решить, и все вдруг задвижится. Так, этих проблем, таких боттлнеков, там, их миллиарды. И причем, большая часть искусственно созданы. Причем, их решение не зависит от конкретного министерства. Это надо, опять же, режим согласования. Допустим, у вас есть какая-то светлая идея. Пришли к министру, озвучили, ему понравилось, он отправил к вице-министру. Ну, допустим, вице-министр смог найти свое перегруженное вот эти заседаниями, отчетностью время, там, вечером уделил вам час-два часа времени, там, уставший, посмотрел, о, хорошая идея, там, дал поручение директору департамента. Что-то вроде, сделали какую-то записку и дальше там инициировали. Потом, ну, надо понимать, у них куча поручений, отчетности. Вот когда он видит что-то новое, документ, так ему бы с этим справиться. У него сейчас как минимум 50 поручений висит, которые он, если завтра уже не сделает, там, ему там обязательно что-то прилетит в итоге. Дисциплинарка, там, еще. И на все новое он просто не хочет брать на себя дополнительную нагрузку. Он, допустим, пошел на героизм, взял на себя эту нагрузку. Теперь дальше, как эта реализация идет наверх. Его же вице-пример просто скажет, у тебя есть другие вещи, ты занимайся этим. А так у нас хватает. То есть, даже на этом уровне его. Но не на уровне вице-примера, на уровне примера. То есть, людей, которые срежут инициативы, их великое множество. Теперь, ну, допустим, возникает какой-нибудь информационный повод. Президент дал поручение, и вот эта светлая идея в рамках этого поручения вдруг встраивается. Да, там, министр или там вице-министр вспоминает, а у нас был же человек, давай ему позвоним, поговорим, обсудим. Там, этот, дают идеи, вот, ты придешь, расскажешь идею, вот, из того, что ты рассказал, 100, на бумаге в итоге перенесут примерно 60% от этой идеи. Потом, когда пойдет документ внутри согласования, еще по 10-10% врежут, и в итоге останется где-то 20%. Из этих 20% потом финально в итоге на утверждение пойдет 10%. И вот этой светлой идеей останется такой инвалид, что, ну, даже если потом эту идею реализовать, потом на этапе исполнения вот сломают там оставшиеся механизмы. Вот, арт-спорт, блестящая идея. Как ее испогранили, это, ну, это просто мастер-класс, это отдельный кейс, можно показать. То есть, я знаю примерно все этапы, как эту идею уродовали. Но в итоге, да, изуродовали и этот. И таких кейсов, на самом деле, очень много. Поэтому, ну, скажем так, я же лет 15 там сталкиваюсь с системой госуправления. И вот каждый раз там даешь идею, ну, потом видишь, как она искажается, и потом, ну, понимаешь, что вроде бы никто не виноват. Но все вместе в итоге родили такой результат. И каждый, кто резал вот эту идею, он имеет свое собственное понимание, как эта идея должна устроиться в действующие конструкции, там, экономические политики, там, промышленные политики, инвестиционные политики и так далее. И, ну, социальная политика. И каждый социальный угол. То есть, как только у идеи пропадает, вообще, кто автор по идее, тот и должен реализовать это. Он изначально знает все детали и так далее. Это, если идею приняли, надо, чтобы конструкция госуправления, там, все параметры изменились под эту идею, чтобы она была реализована. Но нет, идея, на конструкции, наоборот, съедает идею. И поэтому сейчас я сам, как бы, понимаю, что это уже не совсем правильно все время что-то предлагать и надеяться, там, что-то исправлять. Тут важны какие-то уже инвестициональные изменения. То есть, надо изменить такие правила игры, чтобы входящие идеи, на самом деле люди генерируют очень много хороших идей, чтобы они, то есть, фильтр какой-то, а потом, когда одобрили, все, максимально полная реализация. Это можно сделать. Просто вопрос, когда у нас система госуправления годами выпестовывала кадры, которые не хотят принимать решения. То есть, был даже там период такой, когда любая подпись смогла трактоваться как коррупционная, то есть, презумпция виновности. Попытки, ну, у нас президенты уже много раз донесли о том, что система госуправления, она боится чрезмерного надзорного происшествия, поэтому избегает принятия решений этот. И вот этот надзорный признак вроде бы частично убирает, но все равно там остается. И на самом деле все равно можно это изменить, просто это явно не должны делать те, кто сейчас. Поэтому, либо, ну, если там понятно, что какая-то часть, там это не надо, полностью какая-то часть должна остаться, но все равно, в общем, нужны такие институтные изменения. Ужас Мурза, дамы и господа, добрый вечер. Военный аналитик, если бы Талаферми. Ужас Мурза, огромное спасибо вам и за лекцию, и за ответы на вопросы. Они помогают определить свои координаты в этой системе. Если вот отталкиваться от тезиса, что бюджет это хребет нашего государства, у меня есть три вопроса, где мы связаны. Первый, мы знаем, что экспорт у нас был, конъюнктурные товары всегда вывозился, мы работали с Европой. Вот насколько сейчас повлияла вот эта сейчас геополитическая ситуация на это дело, если у вас есть сведения. Второй вопрос по импорту из России. Но мы знаем, что вроде бы там очень много такая структура, что мы пользуемся ежедневно, поседневным способом. Так ли это и сколько у нас сейчас? Мы знаем, что где-то около 40-44% такая информация. И третье, банковская система у нас, это как бы кровеносная система нашей экономики. Каково у нас сейчас состояние, мне кажется, последние три года нам очень тяжело разобраться. Спасибо за внимание. По поводу влияния на Казахстан, на самом деле Казахстан пока санкции не сильно влияет, даже у нас риск вторичных санкций пока минимален. И с точки зрения грузопотока, пока мы можем пользоваться территорией России, мы дружественны для России и для Европы, поэтому наши грузаки, условно, если надо, проходят через всю территорию. Просто в марте был такой, пока привыкали к новому режиму, там эти порты или же пропущенные пункты, они не старались для себя понять, как различать, условно, что это казахстанский груз, казахстанская машина. В итоге выработали правила и сейчас нормально все проходит. Но, конечно, если вдруг там вообще все заблокируют, то тогда у нас остальные направления, там через Каспийское море, через Иран, они, конечно, можно нарастить объемы, но это все равно не компенсирует все то, что там через транспорт, через Россию. Что касается вот импорта из России, ну, что-то надо внутри производить, но большая часть она сейчас выходит на то, чтобы там импортировать из других стран. И вот третий вопрос был по банкам. Банки это у нас вечно больное место после 2008 года, они как бы, то есть весь, у нас там, я видел в Фейсбуке тезис о том, что в Казахстане есть якобы кредитный пузырь там 40 триллионов, ну, честно говоря, откуда взяли эту цифру, не знаю, но весь судный портфель банковской системы это 21 триллион, при ВВП где-то 85 триллионов сейчас, но по итогам этого года ВВП почти достигнет скорее всего 100 триллионов. Это условно 20% ВВП, это очень низкий показатель. Там нам до пузыря еще там несколько десятков лет жить-дожить. Но вот даже вот этот судный портфель, если внутри смотреть, из них половина это кредитование физлиц, ну, включая ипотеку, и то есть оставшиеся там 10 триллионов, это остается на промышленность, на МСБ там. И на самом деле это очень маленькая цифра. И у нас после 2008 года, когда банки же до этого много аффилирных проектов кредитовали, очень много недвижимости ушло. И вот с тех пор, после 2008 года регулятор внес очень большое количество ужесточений и в итоге, ну, как бы банки стали сейчас сами супербюрократичными. То есть, если там без взяток, да, там проект рассматривается, они будут долго его рассматривать, муржи. Потом залог, который, ну, условно, стоит 300 миллионов долларов, его в итоге оценят, допустим, под 100 миллионов долларов и под эти 100 миллионов дадут максимум 70 миллионов. Ну, такое суперстрогое рассмотрение. И, ну, при этом есть, конечно, кейсы, когда все делается быстро, а там, за неофициальную плату, но это уже такой незаконный кейс. Но в целом, конечно, из-за вот такой бюрократической практики, есть же картинки, где говорят, что банки там во время этот, когда солнце светит, готовы дать зонтик, а потом, когда дождик настал, этот зонтик забирает. Ну, она сейчас яркое проявление этой картинки. Поэтому, ну, банковская система у нас больна, и она упирается к сравнению корней проблемы ее акционеров и там все вот эти вопросы, которые вокруг этих акционеров. Поэтому, ну, сейчас идет вроде бы как бы изменения, там, ну, надеюсь, изменится. Но пока, вот, скажем, что это сохранилось, проблема банковской системы не будет решаться. Здравствуйте, Алжас. Я очень рада вас видеть и хотела бы вот от лица наших студентов, в том числе, поблагодарить вас за лекцию. И можно я немножко время отниму, расскажу такую маленькую историю. Я помню, я не помню, это, по-моему, 14 год. Мы с Алжасом давно знакомы, когда-то работали в одной организации в Алма-Ате вместе. Я начала работать здесь и пригласила Алжаса на гостевую лекцию. Не ожидала даже вообще, что он согласится. А он вдруг сказал, окей, и пришел. Я помню, это была лекция, там около 20 студентов. У нас тогда были очень некрасивые аудитории. Вы можете видеть, как мы выросли, да, за это время, на самом деле. И качественно, и количественно, и наши программы улучшились, и преподавательский состав, и студенты тоже заметно улучшились, хотя они у нас всегда были хорошие. И вот тогда меня поразило, что Алжас целый час просто без всякой презентации. Для меня, как для преподавателя, это вообще невозможно, абсолютно подвиг. Без всякой презентации, без единой бумажки рассказывал целый час. Он просто спросил, какая тема? Говорит, госбюджет. И он просто целый час говорил про госбюджет, а также оперирует цифрами, просто парадоксальной памяти, знания. Это просто действительно очень вызывает уважение. Спасибо вам за такое отношение и желание всегда делится. Своей экспертизой, да. А вопрос просто, да, хотелось бы вернуться опять же к нашим реальным. Вот вы макроэкономист, вот ваши ожидания по инфляции, что происходит, что нам ждать? У меня, я не макро, не специализируюсь на макроэкономике, но экономист тоже. И мне кажется, что все печально на самом деле очень. И мы, возможно, уже в ситуации не управляемой какой-то инфляцией. Вы считаете, что будет, что нам ждать? Пока у нас сохраняется импортозависимость по большинству позиций, ну, естественно, вопрос инфляции будет постоянный. И у нас же, как мы вообще такой классической вилке, у нас девальвация вызывает инфляцию, а инфляция потом вызывает потребность новой девальвации. И непонятно, где остановиться. И сейчас, конечно, в среднесрочном периоде риск новых девальваций или же риск по инфляции. Инфляция, скажем, то, что наблюдалось весной и летом, оно сейчас, темпы инфляции сейчас сократятся, стабилизируются, потом, скорее всего, опять снова пойдут. Просто я больше, ну, это, скажем, не экономические факторы. Частично же есть влияние вот этих пандемических денег, но большая часть это влияние логистических, то есть срыва логистических цепочек плюс вот эти санкционные эффекты там по продовольству. по газу сейчас там цена доходила до 3000 долларов за 1000 км, потом сейчас спустилась до 1800, но все равно это очень высокая цена. И так или иначе это будет перерастать в себе стоимость продуктов. И, ну, в ближайшие 3-4 года, я думаю, вот этот инфляционный фонд, он постоянно будет высокий. А если еще нам добавится внутри девальвация, там, мы дополнили как палачок. То есть у нас есть доллары и инфляция, и плюс еще свои цеговые цены внутри. Поэтому я не сказал бы, что будет спокойно в этом плане. Но, конечно, есть ответ на уровне, там, государства. Можно это сделать. Пусть даже не в этом году это все реализуется, но в ближайшие 2-3 года это можно все сделать. Но это вопрос государства, насколько это все может делать. Добрый день. Меня зовут Айбар. Я являюсь студентом второго курса. Хотел бы немного уйти от темы экономики, политики в тему, получается, студенческой жизни. Дело в том, что я узнал о вас на курсе стратегического консалтинга как старший партнер компании CSI. На этом курсе нас обучают тому, чтобы быть максимально компетентными при трудоустройстве таких компаний по консалтингу. И у меня такой вопрос. Я хотел бы стажироваться вашей компанией. Что мне нужно для этого делать? Спасибо. У нас, скажу, есть отдельная договоренность. Там, условно, зеленый коридор. Достаточно выслать резюме. Если, скажем, базовый резюме, то есть по успеваемости и так далее, там, нормально, то, скорее всего, это не понадобится дополнительных тестов. Если тест дадут, там, человек тест проходит, то тогда его стажерам. Обычно, если стажер у нас хорошо себя проявляет, то мы сами ему где-то примеры. То есть, первый месяц к нему приглядываемся. А если он себя хорошо проявил, и мы его примерили, скорее всего, мы его сделаем в предложении частичной занятости. Примерно так и бывает. Потому что, на самом деле, искать кадры, особенно интеллектуальные там сферы, это очень тяжелый процесс. Всегда нехватка кадров. Так что, подавайте резюме там. Раз, раз. А, все. Олжики, спасибо за лекцию. Очень интересная лекция. Потому что мы сейчас внутри немножко, да, все Казахстана проблемы смотрим. Это более глобальное понимание мира дает проблем. Но у меня только более приземленный вопрос, а сферы госуправления больше. Мы с вами ни один проект тоже вместе реализовывали. Вы знаете все и более, и более лучше меня. Но вот у меня такое сейчас есть понимание, что в госуправлении, да, как вы говорили, много есть таких бюрократических проволочек и так далее, и так далее. Но опять же, с другой стороны, есть понимание, что есть, что кадры, да, решают все, да. То есть сейчас вот есть разные боковые входы, да, в систему. Кадровый резерв, такие входы. Но мы видим, что они как пшик, да, как капля в море. Все-таки вот для Новоконстана, я считаю, как минимум 60-70 процентов кадров текущих госуправления должны поменять, да. Примерно мои такие подсчеты. Как все-таки это сделать? Вот именно если кардинально мы на это готовы пойти, да, какой механизм можно предложить, чтобы не так, что люди там по одному, да, условно, заходили, а именно вот такая массовая переформатира. Понятно, что институциональная память нужна. То есть есть костяк, который должен остаться наиболее компетентных, наиболее подготовленных. Но вот процентов 60, я думаю, если будет обновление за какой-то период, как это реализовать правильно, по вашему мнению? Спасибо. Да, я сейчас отвечу. Единственное, по резюме хотел добавить, вот можно через Солю Кемельбаеву, она знает контакты наших сотрудников, ей можно с резюме передавать, либо просто на e-mail, который на сайте указан. Теперь по поводу вопроса. Смотрите, есть как бы два способа, да, один субъективный, условно, там, руководство чувствует, что вот этот человек, скорее всего, сможет изменить ситуацию на своем участке и плюс потянуть новые кадры. То есть ему же так, главное, выбрать ключевые кадры, а они дальше уже потянут остальных. Это такой субъективный. Есть такой более объективный подход. Он реализован в Сингапуре, вообще очень классный подход. Оттуда вообще взяли корпус А, просто мы корпус А вообще реализовали очень неправильно. Сейчас у нас президентский резерв тоже так. И как это сделалось в Сингапуре? Вот есть система, где человек подает, условно, в корпус А. Проходит интеллектуальный тест, морально-тест на морально-волевые качества, смотрит его текущие успехи по работе, там, достижение KPI. Если он демонстрирует очень хорошие показатели, скажем, выдающиеся, он зачисляется в корпус А и становится приоритетным кандидатом на повышение в случае высвобождения высшестоящей вакансии, позиции. И со стороны человека тоже его матчинг делают, там, соответственно, вот он знал тесты, его уровень, знали, соответственно, какой-то квалификации. У нас же как сейчас резервы делают? Раз президентский резерв сдал, значит, обязательно должен на высшестоящие позиции пойти. А этот, просто эти специалисты, они, даже если они подходят под эти позиции, у них вопрос по зарплате там. Я там, в столько-то получаю, а здесь на нижестоящих позициях я не согласен. И вот в Сингапуре корпус А делают специальную доплату. Он очень хорошо получает, ну, и, соответственно, в ответ его местный антикор опекает, прослушивает все, отслеживает его этот. И в итоге человек получает хорошую зарплату, имеет возможность не брать взятку. И вот эта категория людей очень быстро продвигается наверх. Вот со всех, наверное, во всех участках. Рано или поздно она оказывается наверху. Эти люди способны друг друга понимать с полуслова, доверяют друг другу. Вот такой бы механизм если сделать, он себя повел. Но, как? Но у нас, скажем, в управленческих должностях всего лишь 500. Достаточно, чтобы 500 человек нашлись все это. Да, да. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. В Лжаке. В Лжаке. В Лжаке. Просится. Две вопросы сразу. Короткие. Говорят. Я думаю. Ответы тоже будут короткие. Здравствуйте. Алжас. Большое спасибо. Алжас. У меня короткий будет вопрос. К вам. Вы знаете. Что через Казахстан сейчас идут транзитные пути. Которые соединяют Китай и Европу. И как мы видим. Что через Казахстан сейчас в день летает порядка 48 поездов. А наши казахстанские грузы по обоим направлениям стоят. У меня вопрос такой. Считаете ли вы. Что наши грузы все таки из-за того. Что это через нашу землю проходит этот путь. У нас должны быть приоритеты по отправке и получению наших грузов. Сейчас у нас скопилось около 600 контейнеров. И бизнес или месяца терпит убытки. Проблему вы наверное знаете. И второй вопрос. Вот мой коллега сразу задаст. Здравствуйте. Спасибо вам Алжас. За познавательную лекцию и площадки за организацию. Меня зовут Роман. Я директор детского магазина Золотой ключик. Мы работаем здесь с 2008 года. Работаем с Россией. И учитывая что курс рубля подрос. Очень интересует в связи с чем. И есть ли предпосылки что он будет снижаться в этом году или в следующем или наоборот будет расти. По первому вопросу я думаю тут чисто вопрос для антикора. Вопрос того что грузы стоят это я думаю просто создают такие барьеры. Там человек сидит там который разрешает не разрешает. Вот его посадить и я думаю следующий человек будет более адекватный. там адекватный. И вдруг там странная проблема исчезнет. Ну они же недавно вынесли отчет что именно разрешение по вагону по прохождению этот очень высокий коррупционный риск. Я считаю что не то что риск в этом смысле. там скорее всего это факт. Потом по поводу вот курса рубля. Просто вот приток валюты сейчас намного больше. На самом деле Россия сейчас благодаря вот росту цен на газ на нефть в этом году они получили больше приток валюты чем в прошлом году. Ну и соответственно этот импорт резко упал. И в итоге у них профицит вообще жутко вырос. Соответственно до тех пор пока они не смогут эту валюту тратить. Какие-то условия у них курс рубля будет так держаться. А этот. Ну как только найдут он начнет падать. Потом. Ну скорее всего пока вот все это не вернется в нормальные рыночные там условия. Ну странно вот как у нас сделали банки там рублевые на счет 20% комиссии снимают. То есть таким образом будет вынужден отыграться. Там тоже рубль приходит его никуда потратить. Мысля. И соответственно вот это риски потерь закладываются в комиссию. Ну почему именно 20 я пока в смысле не могу отойдет. Но мысля это не смоталка взят. Кубер ахмед ол жеке. Да. Ол жас мұрза. Энді шамамен екі сағаттай уақытыңызды бөлдіңіз. Біздің паблик лекчера шынынайты көреккен. Кибір. Біздің жалпы шыдамсыз. Шыдамсыз біз ол жалпы. Сонуна дейін отыр алмаймыз, төз алмаймыз дейін сияқты. Мүмкін арқалары ауырған шырт кибір. Мүмкін наушылар шық деп жатты. Кешірінмен қарамыз. Бірақ мен өлеймін, қалай болып лекция сіздерге. Енді біз университетіміздің атынан. Тауғат Мұрза өзі сізге арнайы селемін айт жатыр. Қазір бір қалаға шықпет ведім. Мәржіміз қазір күн сұп келі жатыр. Күн салқындау, астанада кейіп жүріп сізге нөйдамыз? Тек қаңсат мүклейміз. Рахмет сізге. Бұл өрлі қажақты. Уәрбалаты сөйін дейін өржын. Я шөтел, что я выступаю вае-корпоративе. Прап, жүріп келді өржын. Давайте естерікке сүрінді түсің екер мүмкін босам. Нашаққа келсеңіздер барлығыныз. Давайте. Керезьдер, керезьдер, артпестер.